Да, запись пошла. Отлично, хорошо. Все, я думаю, как всегда мы начинаем. Ребяточки, всем привет, всем старичкам привет, всем новичкам привет. Мы очень рады вас видеть в нашей ежемесячной АМА-сессии. Несмотря на то, что она перенеслась на недельку вперед, ничего страшного. Мы вместе с вами все равно взаимодействуем и отвечаем на ваши вопросы. И рассказываем каждый месяц, что происходит внутри метавселенной Аркона. Поэтому добро пожаловать. И готовьте свои вопросики, чтобы нам всем было интересно. Но мы их оставим на потом. Наша любая АМА-сессия длится в течение, ну, примерно часа-полутора. Поэтому готовьте себе что-нибудь вкусненькое, попить, поесть. И, конечно же, у нас... Ну, и поспать, само собой, это, конечно же. Поэтому готовьте свои вопросики. И, как всегда, у нас идет сначала рубрика, связанная с разработкой. Все новости, которые крутятся именно вокруг технологической связи. Это у нас отвечает в данном случае Дарума. Илья, вперед, говори. Да, друзья мои. Знаю, что всех беспокоят, когда мы допустим замки. Ну что ж, в ближайшее время, как я сказал, но мы не будем сейчас с вами, как наш Электро сегодня просил, красные черты проводить. Смотрите. К сожалению, некоторое количество уловли в блок обычно начинается перед стартом. И нам приходится сейчас дорабатывать некоторые вещи. Поэтому то, что мы, в принципе, анонсировали в прошлом месяце, что мы добились определенных успехов, да. Но я своим буревым усилием, совместно с командой, мы решили не запускать пользователей в наш не до конца готовый marketplace и не проводить. И правильно сделали, потому что оказалось, что в конечном итоге мы поймали еще и довольно большие неприятности на андроиде, связанные с безопасностью. Поэтому мы его пока отставили, мы повозились, повозились и все-таки решили перейти к плану B. То есть мы сносим фактически всю баланс, всю историю баланса и так далее с наших приложений, выносим ее на наш marketplace, на сервер. И будем связывать ее непосредственно. Ну, то есть мы уже сейчас должны, по идее, запустить, будем через ближайшие часы, знаете, когда раньше было у нас месяцы, теперь недели, теперь мы ждем запуска в ближайшие дни. Все уже гораздо лучше, интереснее, но как только мы увидим, что это достойно того, чтобы представить его уже, общество мы туда начинаем приглашать людей. То есть, ну, да, мы ждем со дня на день, что мы запустимся, но пока это продвигается технически, нам нужно решить некоторые вопросы. Слушай, ну, давай мы, может, немножко, совсем буквально чуть-чуть нашим пользователям, конечно же, расскажем. Ну, вот я понимаю, что с технической стороны, как разработчики, конечно, мы не сможем ни понять, ни объяснить и так далее. Ну, вот буквально на пальцах, что же такое вот мешает? Вот, вот спасибо, что ты сказал, что в андроиде вы обнаружили уязвимость, и это хорошо, что это действительно не выходит вперед, поэтому, ребят, если вам очень сильно хотелось что-нибудь опробовать и получить, наконец-то, релизную версию андроида, лучше, конечно, обождать. То есть, это аукнулось бы нам еще как, если бы вот такая ситуация прошла бы. Поэтому здесь я полностью всеми руководит. И здесь надо как бы разделить две вещи, да, то есть мы строим все-таки экосистему, мы строим метавселенную, и для метавселенной андроид, конечно, уже готов с точки зрения как браузера дополнительной реальностью, он полгода налет уже как бы был запущен. Со всеми глюками и проблемами вопросов, с многими, вернее, по крайней мере, мы с которыми столкнулись в первые, там, полтора, два месяца тестирования, мы уже ознакомились, и мы, в общем, большую часть пофиксили. С точки зрения готовности именно как продукта этой вселенной, она уже работает. И у нас с вами сейчас есть чисто игровая составляющая, которая нас не только тормаживает, да. Вот мы с ней разбираемся, и мы говорим сейчас конкретно о кейсе замки и дракона, то есть запуск, собственно, замков. С одной стороны, плюс еще кейс, связанный с нашими золотой лихорадкой, тоже, да, это совместные, это общие кексы. Поэтому, конечно, мы сейчас этими вещами их допиливаем, добиваем, ну и заодно у нас анализируется наш портал. Здесь тоже есть определенные нюансы, связанные с доработками и с тем, что мы... Вы знаете, как это бывает всегда. Если бы мы строили, словно говоря, конюшню или курятник, мы бы точно знали заложить фундамент, провести лепричество, построить стены, крышу, посадить курочек в клеточке, и через какое-то время это даст нам яички, да, и вместить их в курятник совершенно безопасно, если только на курятник не упадет какой-нибудь дерево или молния. В нашем случае мы фактически шаг за шагом строим совершенно новые вещи для нас, для мира и вообще, в принципе. Мы первопроходцы. С этим надо жить. Всем, кто нервничает, беспокоится, практически тревожится, с этим тоже придется смириться. Мы ребят первые, и первые еще будем, видимо, достаточно долгое время, поэтому нам не у кого украсть, нам не у кого взять схемы готовых решений. Каждое решение, которое мы делаем, мы делаем его первое. Иногда приходится, наткнувшись вот как с андроидом, убедиться, что мы уперлись в львовую стенку, отступить, обойти, знаете, как всегда в разработке, найти другое решение, периодически оно даже бывает лучше, чем первоначально. Поэтому терпение здесь благодетельно для всех. Мы, по крайней мере, вроде бы никогда-никогда не подводили наше комьюнити, и те, кто с нами давно, так или иначе знают, что мы решаем все задачи, запускаемся. Единственное, в чем всегда есть, мы фактически решаем все задачи, кроме одной. Время – это более сложная материя, и иногда приходится подвигаться. Ну, я думаю, что все знают, что и космические корабли запускают периодически, откладывают старт, чтобы ракету не взорвало на старте. И в IT – это регулярные примеры, когда запуски каких-то вещей анонсированы, они откладываются. Еще раз хочу всем сказать, что команда в обязательном порядке рассказывает о своих планах, мы ставим перед собой. Мы не для вас рассказываем, что завтра мы что-то запустим. Мы для себя это делаем для того, чтобы себе поставить условия, дедлайны, к которым мы стремимся. Но периодически, да, бывает этот момент, что мы передпускаем. Таймер приходится двигаться. Но уже скоро. Скоро все запустится. Учитывая, какое количество проблем мы решили за последний месяц и полтора, нас Диана просила рассказывать о наших технических достижениях. Мы с нашим сетевел посидели, подумали, рассказали, что могли, но оказалось, что мы рассказали. Мы не можем рассказать о каждой строчке кода или каждом обходе какого-то бага, потому что это их такое количество. Имеется в виду совместно. То есть мы все время встречаемся с какими-то задачами, которые к нам приходят из внешнего мира, из наших собственных доработок, из наших каких-то решений, которые выкнулись. Мы дошли до какого-то момента и поняли, ребята, а вот по-другому будет лучше. Что мы должны делать? Сделать, как попало сейчас, либо мы все-таки немножко отступим, в терять смысл, мы пройдем в более-более лучшем машине. Но замки, в нашем с вами случае, это не просто игровой кейс, это один из кейсов, который является основой экосистемы, основой размещения контента. И сейчас мы надеемся, что то, что мы сейчас допиливаем, оно позволит нам быть, не только сделать безопасной наша система, но и она защитит и всю экосистему, и наших пользователей, не только от багов каких-то проблем, но еще и от внешних влияний, сделать нас с вами более независимыми. Надеюсь, что когда мы это представим, вы это поймете и присоединитесь. Вы будете, как минимум, чувствовать себя более защищенным. Спасибо. Ну окей. Ну, я тебе все равно помогу, поддержу. И скажу один очень важный нюанс. Мы, конечно, действительно можем сосредоточиться на том, ради чего все ждут. Иногда действительно что-то не досказать в плане того, что из себя вымучивать и честно в чем-то признаться, что готовых результатов здесь сейчас нет именно с визуальной точки зрения, с пользовательской стороны. Это нормально. Это открытость, это честно. И как мы уже действительно много раз говорили на разных амах, не каждый месяц можно выпускать мажорные различные обновления, которые будут радоваться. Например, я напомню, что та же самая платформа, через которую мы здесь вместе с вами все сидим, Telegram, они выпускают обновления каждый месяц, и мы все прекрасно понимаем, те, кто обновляется каждый месяц, ну, не всегда интересные всякие фишки прилетают. Ну, типа, в этот раз такая фигня для кого-то не нужна. А бывает в такой месяц, вау, запульнули и так далее. Ну, вот Замки и Драконы, считайте, это максимальный вообще, который будет в ближайшие месяца, да, давай вот действительно будем себе вот так вот ставить, в ближайшем будущем это обновление, это действительно так. Но подожди, ты вот так вот сказал, что на какой-то такой грустной ноте, мол, ну, больше нечего сказать. Вообще-то в этом месяце, вот который был апрель, у вас все равно вышло обновление, так или иначе приложение, и те, кто пользуется нашим приложением, они в любом случае заметили, что на первоначальном экране, внутри 3D-модельки, есть еще 3D-модельки, почему бы тебе об этом не рассказать? Возможно, некоторые наши зрители до сих пор не до конца понимают, как это использовать, это же тоже ваше обновление. Расскажи, пожалуйста, Аня. Ну да, таких интересных птич мы уже как-то постоянно добавляем. Я уже забыл, что это было в этом месяце. Время-то еще, да. Ну, видишь, что грустить-то? Грустить-то не надо, ну, все бывает. Кстати говоря, не грустим. Если человек, потому что 24 на 7, иногда бывает просто шикаритница, настроение такое уже расслабится просто. Вот, ну да. Шикарная история сейчас. Мы убрали имментарь из 2D-интерфейса и перенесли его в интерфейс 3D, да, то есть это часть дополненной реальности, которые появляются у вас на песочнице. Там тоже было огромное количество интересных задач, которые решали. На перспективу будет разрабатываться история, которую мы говорили раньше, где вы сможете контент брать из своего монетаря. Видите, вот он выглядит сразу же, да, уже трехмерные расставляющие. Вы видите, что сейчас появилась возможность выстраивать композицию, то есть можно уже восстанавливать, крутить, перемещать. Есть симпатичная система управления тоже, которая в дополненной реальности позволяет манипулировать. Это все-таки одна из частей, которая двигает нас именно к переносу большинства элементов интерфейса в дополненной реальности. Ну, все видели в прошлый раз мы говорили наши как бы ATM, банкомат, но на самом деле это действующий прототип системы регистрации пользователя, то есть вы видите, что там выдается некая строчка кода, когда вы зайдете в свой профайл в личном кабинете, свой профайл на портале, вы сможете да, нет, не я, алексей страслирует экран, вырву, вот, вы сможете там зарегистрировать и все уже, сейчас эта система тоже добавлена, уже работает, но мы пока пока мы не доберемся с историей с балансом, балансом сейчас тоже как бы завершаем, потому что день-два мы его как бы уже сами до дня победы мы успели сами его потестировать, после праздников, я надеюсь, но я говорю, я надеюсь, что мы запустимся в ближайшее время, но и просто ждите объявления анонсов не запустим на сериал. Спасибо, Илья. Диана, наступает твой выход. Если с технической точки зрения для нас как для пользователей может быть что-то произошло и не слишком феерично максимально и с фейерверками уля-ля и различные выкрики, то в плане маркетинга различных движух я думаю, что тебе, конечно же, есть что рассказать вперед с песней. Очень много чего произошло за этот месяц апрельский. Денис, спасибо, я поэтому сегодня такая яркая, потому что я очень довольна. Во-первых, я чуть-чуть добавлю к тому, что я говорю, знаете, технические ребята так мало могут рассказать себе обидеть в последнем обновлении решена проблема багов 12-х айфона. На минуточку. А это неплохо. Наши обеспеченные киты некоторые нам прямо написали «Вау, вы наконец все заработали». О, это тоже важно. Это к последнему обновлению, в котором в том числе я от инвентарь вперед убежал. Вот. У меня на самом деле очень загадочная, хитрая, и попрошу никого не забегать в самом-самом конце, у меня будет интересная новость. Ну, а сейчас я хочу попросить ребят из Королевства Лис, Хокс Каттл, который много-много-много всего сделали за апрель. Если вдруг кто-то этого не заметил, то сейчас попрошу Сергея рассказать и его ребят кое-что шикарное анонсировать, а потом вернусь и, в общем, пару классных новостей у меня для вас есть. Так что поехали, Сергей, пожалуйста, подключайтесь. Да, спасибо. Всем привет. Меня видно, слышно, да? Ох, был очень лютый месяц. Мы столько всего на прошлое анонсировали, мы столько всего успели сделать, мы столько раз успели что-то переделать, понервничать. В общем, это был реально лютый месяц. Я хотел бы начать это даже не с новостей, а с того, что спасибо тем, кто донатил, и спасибо всем, кто в нас верит и поддерживает. Это действительно очень сильно нас мотивирует. Мы решили донаты распределить между командой, кто у нас делал. И я решил посчитать, сколько людей у нас в целом из Фокс Хасла трудится на Дарконы. Есть у кого идеи, сколько это человек? Может, кто-то в чат напишет или, может, у вас, ребята, кто со мной сейчас на стриме, есть идеи, сколько нас лисов. Сергей, чуть-чуть подвиньте камеру в пол лица, пока все думают. Так, да, ничего. Да. 24, 10. Ну, кстати, близко. На самом деле нас 19 человек. Это художники, программисты, журналисты, даже маркетологи. Очень много людей, дизайнеры. И еще не считая двух человек, которые ждут задачу. То есть, да, получается 21 человек на данный момент. Переводчики же. Переводчики, да, еще переводчики. Даже есть человек из аудита и консалтинга. Даже такие ребята есть. Поэтому спасибо всем, кто трудится. И за этот месяц мы сделали очень многое. Некоторые из наших лисов сегодня пришли, чтобы вам рассказать две таких глобальных вещи, которые мы сделали. Это игры и Ева у нас наконец-то заговорила. Ну, хотя, как наконец-то? Мы в целом успели, все в порядке. Поэтому я хочу попросить наших лисов сейчас рассказать подробнее. Давайте начнем, наверное, с чего? Давайте начнем с игры. Поэтому, Дио, расскажи, пожалуйста, что у нас по ней и какие у нас есть планы. И что это вообще было за драконы с яйцами? Зачем? Почему? Так, всем привет. Насчет игры. Ну, собственно, мы ее наконец-то релизнули. Это замечательно. Это классно. Сейчас доступные функции кормления, отправки спать дракона и, собственно, поить его. Далее будут доступны дуэли с, так скажем, с заводчиками других драконов, где вы также сможете получать опыт. Также будут введены прогулки, где вы сможете получать опыт, предметы, ну, или вы можете заболеть и потратить весь опыт на аптечки. Вот. Получается, дальше, возможно, будут еще какие-то функции. Если у вас есть какие-то идеи, пишите их в чат. Мы, возможно, подумаем над их реализацией. Драконов у нас, как вы видели, есть, ну, они идут от двухзвездочных до пятизвездочных. Скажем, их редкость завис, так скажем, опыт, который они дают каждый день, зависит от их редкости. То есть, соответственно, самый фиговый будет давать мало опыта, самый топовый, то есть пятизвездочный будет давать много опыта. Скажем, что мы скажем? Больше ничего не скажем, потому что я, наверное, сказала все. Да, в этом случае у нас креативная идея выступает как технический человек, поэтому немного так это все технично. Что это значит? Это значит, что у нас большие планы по этой игре. Сейчас у вас на руках тамагочи, а дальше у вас будет ПВП, вы сможете этими драконами сражаться. Кто-то спрашивал на протяжении недели по поводу прокачки драконов, это все будет. Я вам даже больше скажу, у нас будут квесты, с Дианой есть идеи, не только с Дианой, вообще в целом, со всей командой, как реализовать целые амбассадорские программы, можно так сказать, такого вообще, даже никто даже не додумался на самом деле, чтобы драконы могли выдавать задания, и от того, насколько хорошо вы знаете проект, будет зависеть даже жизнь дракона. Поэтому я советую очень хорошо пройти амбассадорку, и, кстати, могу сказать по ней, у нас было очень много людей, вы суммарно набрали более тысячи опыта, тысячи баллов, за каждый ответ давалось максимум три балла, это очень много, и вы большие молодцы, потому что у нас все набрали более 70%, все кроме одного человека набрали более 80%, очень хорошие решения, вы понимаете, как работает проект, и это здорово. Далее, еще момент по поводу амбассадорки, были классные мемы, мы над командой всеми над ними посмеялись, были очень хорошие, которые стали фаворитами, да, кредиты на земле, я думаю, это будущее, тем более в Деффе можно брать кредиты, я думаю, люди будут брать действительно кредиты, поэтому в нем будет актуален. Так, дальше я хочу дать слово Марине, она у нас, ну, сейчас она вам сама все расскажет, что она у нас. Здравствуйте, меня слышно? Итак, я занимаюсь соцсетями, ведением соцсетей, у нас в Арконе, и я озвучивала Еву. Сейчас я хочу торжественно открыть очень большой, большую работу, которую мы проделали за этот месяц. Вы можете написать в нашем боте команду voice test, и вы сами все увидите. У нас Ева говорит, можете это все дело опробовать и послушать, как это все звучит. Ева будет рассказывать о проведенных транзакциях, когда вы покупаете токены, продаете токены, и там достаточно много позиций. Вот, так что это будет такой маленький сюрприз для вас, как это все будет выглядеть, будете получать голосовые сообщения и, в общем-то, радоваться, я думаю. так, у меня вопрос, хотите ли вы услышать, как это будет звучать? Хорошо, тогда я передаю, у нас есть здесь Антон? Антон может протранслировать? Антон? Пришли токены, это выгодная покупка. Вот, вот такая вот милая Ева у нас получилась, там достаточно много эмоций, так что это будет маленькое открытие. Фраз у нас всего 40, на двух языках, так что будем открывать. Также я хотела бы рассказать про введение соцсетей, потому что это тоже достаточно глобальная большая работа. Мы трудимся над продвижением, вы часто пишите в чаты, что нужно сделать так, нужно добавить того, мы все это читаем, и на самом деле мы очень много работаем над актуализацией информации в нашей метавселенной, и работаем над органическим продвижением, потому что нам очень важно привлечь новые лица в наш проект, как и англоязычных, так и русскоговорящих людей. В ВКонтакте вы знаете, что это баллы, к тому же для наших русскоговорящих ребят есть много активностей в Твиттере, Фейсбуке и Инстаграм. У нас есть промокоды приключения Евы, сегодня вы увидите пост, это новая активность, вы сможете узнать немного больше об истории нашей метавселенной, и при этом получить приятные плюшки, вот, то есть опыт. Также у нас готовится новая активность для Твиттера, я пока что не буду говорить, что это за активность, сами все увидите, это будет буквально на следующей неделе. Так, и да, скоро у нас будут в ВКонтакте большие архивы, не переживайте, мы действительно очень много работаем над актуализацией всей информации, и вот вы говорите, что на сайте что-то нет, чего-то нет, мы над этим всем работаем, у нас проводятся созвоны, мы это все обговариваем, собираем вам ссылки, так что скоро все будет, мы над этим работаем. Вот, вроде бы ничего не забыла, а, еще, для того, чтобы вам было интересно выполнять наши ивенты, то есть, например, хроники аргона, мы введем такой элемент геймификации, это тоже, так, приоткрываем занавес, вот, вроде все сказала, передаю слово, спасибо вам, Марина, спасибо, и Сергей, спасибо большое, мне кажется, если бы сразу слышал голос Марина, сказал бы, что даже не нужно модифицировать, я бы так и надо бы ел оставлять, сигаре, спасибо, и Марине, и всем, и Дю, и еще хочу сказать спасибо большое Антону, делается огромная работа, я не могу сказать, сколько тысяч строчек кода было написано, но, например, из того, что вы успели уже увидеть такого глобального, это бэкапы, мы сделали бэкапы системы, теперь они у нас проводятся несколько раз в суток, и, например, когда мы выкатили игру с драконами, и все внезапно упало, как видите, базу мы очень быстро подняли, никто не потерял опыт, буквально несколько человек за последние часы в реале, мы их восстановили очень быстро, но еще очень много информации у нас, как сказала Марина, актуализируется, и актуализируется также в боте, вот, поэтому есть у нас тоже много работы, которая, может быть, не очень заметна, но очень кропотливая, а о том, сколько часов мы провели на созвонах, ну, это, наверное, уже можно исчислять днями за последние месяцы. Спасибо большое команде Архона, спасибо большое всем, кто с нами трудится, и всем, кто нас поддерживает, это действительно очень круто, здорово, и давайте продолжать в таком же духе дальше. Ребята, спасибо. Я не слышно, Диан. Да, не слышно вообще. Спасибо огромное. А, вот, вот так вот сейчас получше слышно, да, с интернетом, видимо, задержка была. я хотела добавить, что одна из больших работ, которая сделана, в том числе, ребятами, связанной с ботом, это наша новая система охоты, что сейчас мы вместе поддерживаем кульс токена в обеих сетях, в эфире и в ВВСК, и вот Ева знает все. Сколько где стейкается, какой уровень охотника, сколько опыта. Это, на самом деле, очень классная система, которая балансирует с одной стороны поддержание курса токена. Мы не просто получаем, как охотники, сразу сливаем на СТК, но и социальную активность. И вот совсем недавно первые обмены, как вы, наверное, заметили, были произведены нашими легендарными охотниками Стефани и Владимиром Заряновым. И они получили в разы больше, чем они получали до этой новой системы. Если я ничего не путаю, там, примерно в 2-3 раза, сейчас не помню точно, но неплохо. Неплохо больше, благодаря тому, что они активны в проекте, они участвуют во всех наших средах. И кроме того, что они ходят, естественно, поддерживают свою активную форму, так что наша новая система ход также была благодаря в том числе ребятам из Ниссима Тарта Государства и огромной работе Антона с работой Ева. Так что им большое-большое спасибо. И я продолжу следующие новости, которые, возможно, никто не заметил в канале. Однако, обратите внимание на новый эвен, который случился буквально сегодня от нашего американского маркетингового партнера Метабук, который поставил перед нами с вами задачу. Надеюсь, что здесь я не вижу весь список участников, но наши легендарные создатели мемов, может быть, здесь, или они потом послушают Аму. Перед нами с вами поставлена задача сделать классные фан-арты и смешать некие коллажи между игрой Fortnite. И что-то все в порядке у нас? Почему-то что-то пропадает. Нормально? Итак, между игрой Fortnite и сериалом, изобретая Анну. Создатель сериала компания Netflix. Я думаю, все это... Не будем объяснять, почему именно эти компании должны вдохновить наших создателей контента именно на какие-то вещи. Ну, я думаю, наша комьюнити достаточно умная и понимает, что есть вещи, которые можно взять в паблике, а есть вещи, для которых можно с вами догадаться. Поэтому классно будет, если мы сделаем хороший контент. Но вот что важно. Когда мы сделаем этот контент, и, как вы видели, будет определенный отбор. Сначала мы проголосуем в комьюнити на нашем голосовательном канале, потом мы отдадим партнерам, всем, которые сейчас перечислили нашу метаболу, Netflix и Fortnite. Они выберут самых, не знаю, сколько, не знаю. Это будет размещено в Арконе в виде билборда, если это будут мемы, или в виде в чем будет, да, какие вы арты сделаете, так это и будет решено. И далее будет очень важный момент. Мы будем снимать эти арты по всему миру, как мы обычно их размещаем. Удобно, да, как всегда. Наша будет задача с одной стороны снять в тех городах, в которых мы с вами присутствуем, с другой стороны пойти и таки раскачать английский чат, сказать, ребята, от вас зависит, как сильно эти компании пойдут в глобальность проекта Коно. Идите в Лондон и в Нью-Йорк, в Дубровник, я не знаю, в Лос-Анджелес, и снимайте там видео. И потом, когда мы покажем, что эти арты этих компаний по всему свету находятся не на словах фаундера Проклона, не на словах маркетингового агентства нашего, а на самом деле вот тогда-то что-то может случиться хорошее. Поэтому работы у нас немного. Как вы видели, 15 мая мы должны создать мемы или не мемы арты, что будет. Потом они их отберут, и дальше полетит история с размещением и видео. Так что это очень классно. Это то, что мы начинали с тобой обсуждать в прошлый раз, чем могут быть полезны маркетинговые партнеры из Америки. Вот они начали быть полезными. Это еще пилотный проект, но вы понимаете, что с пилотных проектов начинаются огромные важные штуки. Так что поехали в этом направлении. И это наша первая большая важная новость по поводу этого. Денис, скажи, что это классно. Я хотел сказать, я хотел явно отметить, что мне очень радует, что помимо того, что ребята в очередной раз подходят с неким творчеством, по крайней мере, начинают вместе с нами это делать, творческим путем идут, так они еще вынуждают в кавычках именно в хорошем понимании этого слова наших пользователей, неважно, интернациональный проект, поэтому все на английском языке, но кто угодно может принять участие, вовлекает в это. Это очень замечательно и тем самым показывает, что живые пользователи действительно могут, помимо того, что просто проявить свою созидательность и создать вот эти все самые пресловутые мемы, ну и, конечно же, на хайповые темы, правильно, что начали затрагивать что-то связанное с Netflix, популярным сериалом и не столь, конечно же, давным-давно затерянной и до сих пор популярной игрой. Меня это радует. У меня есть одно замечание, вернее, выполнение. Слышно нормально? Ага. Слушайте, я понимаю, что у нас не у всех прекрасный, замечательный английский, но, друзья мои, а давайте привлекать английскую комьюнити для помощи, поддержки, привлекайте в кланы, и мы таким образом можем попытаться создать некие ячейки в, может быть, каких-то хотя бы странах, где могут собираться такие же активные ребята, как в русском коме. Вот, то есть имеет смысл попробовать, потому что, как мы понимаем, локальные объединения, они более активны, чем просто это морозная общая составляющая. но можно увидеть в нашем английском комьюнити какую-то группу ребят, которые, например, я не знаю, как, конкретно живут в Нью-Йорке, либо конкретно живут в Дубровнике, или как бы в Италии, в Испании, но вы знаете, да, что испанские наши друзья периодически нам помогают тот же, Алекс, Андриан, например, Ари, да, ребята, как бы, держат свой комьюнити и периодически приходят к нам на помощь в разработке, в дизайне, 3D-моделирование и так далее, да, я думаю, что имеет смысл просто даже на простых вещах, на зачистке английского языка, например, тоже пытаться скоммуницироваться с англичанами нашими, так сказать, мы можем соединиться, нам нужно вывести, да, из нашего локального российского чата до встречаться до англичан. Я абсолютно согласен с Ильей, что мы не можем не идти дальше без личных локальных сообществ, потому что тем самым Metaverse, да, наша Аркона и Метавселена, она и будет разрастаться. Самое главное здесь и сейчас, на данный момент, как мне кажется, это дать легкий доступ пользователю со всего мира, чтобы они в два клика могли начать пользоваться нашим приложением и буквально даже если не включая игровые механики, хотя без них Metaverse, и Метавселена уже не представляется такой прекрасной, поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы и об этом было все просто доступно было рассказано, но по крайней мере в два клика, чтобы они могли зайти и понять, что здесь сейчас по ту сторону экрана они увидят дивный мир и самое главное, чтобы они поняли, для чего им этот дивный мир. И буквально на пальцах, я не знаю, с сайта, либо может быть с телеграм-группы, но, конечно же, с сайта, это первое, что бросается всем и вся в лицо, конечно, чтобы понять, что вот, есть Метавселенная и я за два клика могу ей начать пользоваться и для меня это будет полезно, замечательно, кайфово, все, что можно вот туда записать. Это будет просто супер. Ты прав, абсолютно. Абсолютно прав. Но вот в B2B-сегменте это так и работает. Достаточно просто поставить ссылку, люди включают, переходят в мир и потом у нас начинается интересное отношение. То есть мы не можем об этом, конечно, обо всем сейчас рассказать, но вот что вы уже знаете, вот два, да, проекта у нас. Наши авокады замечательные, вот рекламные, я не говорю уже по-троизаводски, вот, то есть мы тихонечку как бы вам даем информацию и надеюсь, что в ближайшее время будет еще пообщаться по поводу партнеров. Вот мы переходим к Диане. Буквально же недавно на прошлой неделе должна была быть вот эта АМА-сессия. Я, к сожалению, ребят, простите, не смог по времени, бежал, бежал и не успел, с удовольствием поприсутствовал в разговоре с нашим гостем, о котором мы говорили в предыдущей АМе. И я очень рад, что это начало реализовываться, что наши партнеры приходят к нам в гости и вместе с нами начинают тусоваться. Диана, расскажи, пожалуйста, более подробно, как вот произошла данная движуха и как молодой человек потом, после этого всего, насколько он воспринял вот это наше радушие, гостеприимство нашей метавселенной. Молодой человек абсолютно очарован в нашем комьюнити. Как, может быть, ты заметил, мы сделали совершенно спонтанный конкурс, который, собственно, Александр и предложил идеи для авокадо. Мы читаем и понимаем в очередной степиатерат, насколько умная и профессиональная у нас комьюнити. Есть удивительные, совершенно классные идеи. Мы Александру, он что-то смотрит, что-то не смотрит, мы их будем им переслать. Там еще есть время по креативу, кстати, присоединяемся к этой истории, да, конкурс, ну, не конкурс, ну, конкурс какой-то степени, да, идеи, как может жить авокадо в мире Аркона, зачем оно может быть, какой-то функционал у него может быть, какие идеи развития, потому что сейчас, как я рассказывал в этой встрече, Александр, мы только-только находимся на стадии Липи и первая локация это Бразилия, где много таких обезьян, и мы начнем с Бразилии, далее будет Россия, крупные города, так что Денис ты один из многих первых людей, кто сможет пособирать авокадо, да, далее, естественно, весь мир будет перед нами, и я знаю, что ребята из Амбелла уже очень активно с партнеров, которые также смогут предоставить свои токены и положить их в пузики авокадо, где уже скоро будут прожать токены Нарконы и токены самого Амбелла, и это будет очень классная, замечательная история, то есть еще один кейс Playturn с партнерами из разных сегментов спортивной, Питая, много всего будет, очень интересно, и я хочу сказать, что следующая неделя, надеюсь, Денис может присутствовать, мы сделаем еще одну небольшую посиделку с еще одним из команды Амбелла, он не совсем команда, это адвайзер, наверное, знаете такое слово, адвайзер, очень, очень классный, интересный человек, футуролог, мы с ним будем говорить не про Амбелла, не про Акона, мы с ним будем говорить, очень, можем обсуждать очень жесткие вещи, которые сейчас интересны про крипту, про криптосанкции, про будущее, про всякое такое, в общем, очень интересное, и это предварительно будет 16-го, и 17-го мая на следующей неделе анонс мы дадим, следующий, через следующий, да, через следующий. Так что, с Амбелла, как вы видите, у нас большая любовь, дружба, и много интересных, прикольных, совместных планок. Диана, насколько я помню, это писатель и криптоанархист, довольно известный, популярный автор многих статей, публикаций, вообще, не гомос, скажем так, криптомир. Абсолютно точно. Мегамоск, да, несколько статей мы забрасывали сюда в канал по криптобезопасности, когда всякая началась с штуков. В общем, уже вы его читали, статьи, вы уже и комментировали, он действительно очень-очень, очень-очень человек, будет интересно с ним пообщаться. Да, спасибо, Илья, за комментарий. Ну, мы с удовольствием, с удовольствием, для начала молодого человека обязательно его мозг вот так вот препарируем, и, насколько возможно, всю информацию по кибербезопасности только так себе заберем, потому что он от нас без этого не уйдет, должен будет отдать все свои знания нам. Тогда готовьтесь серьезно, потому что это человек, который может препарировать любого человека, который задает ему вопросы. Там настолько глубокое знание. Особенно глупое. Нет, не глупое. Я думаю, что в принципе любые вопросы, которые будут заданы, могут получить достаточно серьезный ответ. потому что там просто глубина. Честно, откровенно, завидно. Это правда, да. Скажешь, да. Это так. Окей. Еще одна важная новость для нас с вами. Наверное, все знают, что большая часть ликвидности Аркона проживает на проекте Банкор. миллион двести токенов, я ничего не путаю. Это не мало, это почти 10%. Очень важная новость нашего партнера Банкор. Предварительно, и я надеюсь, что у них все получится, 11 мая запускается протокол В3, о котором они тоже достаточно много говорили, и как и у всех проектов что-то сбегалось. Мы не будем в 20 технических трудностей, потому что я их не умею знать. Но факт, вот в чем. Протокол В3 позволит снизить расходы на газ, как они сами это говорят, от 70 до 80%. Это много. Что нам сам это дает? Если раньше плу ликвидности Банкора были доступны, так скажем, только для ребят обеспеченных, то есть с крупными суммами, то теперь имеет смысл заходить и с меньшими цифрами. Но что еще очень важно, ряду своих партнеров, в том числе Аркони, сейчас вообще инсайдинг информация, прям они предложили сделать фарминг, ну это и пиар-компания своего протокола В3, они предложили сделать фарминг двухсторонней такой ликвидностью, скажем, то есть мы добавляем Аркона, и они добавляют на сколько же своих генетишек, то есть 50 на 50. Совершенно новый фарминг, мы сейчас с ним разбираемся, предложение купил буквально позавчера, там интересно, там обернутые токены, всякие новые технические новинки от Банкора, но важно то, что это будет уже более доступно для людей с меньшими цифрами денег, фарминг интересненький будет, я надеюсь, что мы быстро в нем разберемся, и он стартанет на 10 следующей неделе, максимум через две, ну посмотрим, не только от нас будет зависеть, и важно еще, вот что, математика простая, когда 10% ликвидности токена находится в паре с другим токеном, этот токен влияет на курс вниз так вниз, все вместе, вверх так вверх, все вместе, и тут уже думайте сами, что должно случиться с токеном Банкора, когда они запустят свой бакуинг. Друзья мои, мы не даем рекомендации инвестиционных и маркетингов обещаний, это информация безмышлений, ничего больше. Абсолютно. Так, что, вот, и еще одна новость будет в самом конце, после всех вопросов, так что не разбегайтесь, мне кажется, что от меня все, вы от меня уже устали. Ну как, как можно от тебя устать? Подожди, можно лишь дополнительно задавать тебе вопросы и еще, еще вас слушать обоих, потому что это дает нам дополнительную пищу для размышлений, и, конечно же, отлично провести вечер пятницы, тем более, май на дворе, это просто какая-то красота. Диан, я очень рад, что действительно идет движуха вокруг основного пула. Мне кажется, что когда даются такие послабления и дополнительные точки входа, тогда люди начинают, по крайней мере, на это больше обращать внимание. Как мы действительно, вы уже здесь произнесли, я точно же сообщу просто с своей стороны, как, насколько возможно, нейтрального, обычного пользователя человека, что действительно никто никогда никому не дает никакие финансовые советы, вы всегда делаете и поступаете на свой страх и риск, покупаете, продаваете ровно то и в то время, когда посчитаете нужным, чтобы потом никому никогда ничего не кидать претензии. Это очень и очень важно. Но с моей стороны, конечно же, это хорошо, с учетом того, что эфир все равно продолжает быть достаточно дорогим блокчейном, с достаточно дорогими комиссиями, обновление контракта, обновление их версии для пулуфликвидности это просто супер, это просто замечательно. Дополнительная точка входа, плюс если еще фарминг, ну просто супер-пупер красота. Надеюсь, эта информация донесется во все уголки не только Рунета, Интернета, я не знаю, Индинета, вообще по всей метавселенной, где только это возможно. У меня вопрос к тебе. Мы на предыдущих сессиях с тобой говорили о сотрудничестве с протоколом и командой Invalop, которые, ну вот, насколько возможно, вот совсем недавно, наверное, завершили свою большую альфа-версию, да, и они поняли, что у них хорошо, что такое плохо, огромное количество участников. Как сейчас обстоят дела в взаимодействии между Арконой и данным проектом? Денис, на всякий случай ты говорил про Энтернета или про Эйву? Про Эйву, да, про сипошление, оговорился, да, про Эйву. Нет, все в порядке, я догадалась, я уже читаю твои мысли. Все в порядке с нашим сотрудничеством, у ребят доводят свои планы до не айдио, у них что-то другое, боюсь, другая какая-то форма. Ну, ты понял, о чем я говорю, да? И вот, когда там оно все случится, то есть в планах все в порядке, мы их стараемся синхронизировать, все заметили дерево Эйвы, которое появилось в мире, с ним будет много разного происходить, с партнерами, также, естественно, те замки, которые мы раздавали, туда они будут, вернее, передавали, они будут разданы, так что, в принципе, скажем так, мячик на стороне команды Эйвы, они доводят какие-то свои там вещи до ума, и скоро будут анонсы совместных, про которые, в общем-то, вы уже и знаете, да, будут замки, я надеюсь, будет тоже совместное питуе, и заработает дерево Эйвы, а пока мы его по чуть-чуть, по чуть-чуть дарим нашим самым активным участникам Эйвы, так что, все в процессе. Супер, очень ждем, интересно посмотреть, как в данном случае дерево разрастет свои корни, и мы под виртуальной землей, с нашей стороны дополненной реальности этой земли, увидим интереснейшую деревянную, по крайней мере, движуху. отлично, мы как раз в эфире почти час, самое время, пока вы были подготовлены, я надеюсь, вы поели, я надеюсь, вы попили, и готовы с хорошим настроением задать нам свои вопросы, поднимайте, пожалуйста, ручку, я лично увижу, кто ее тянет, и, конечно же, обязательно дам сразу возможность задать любой вопрос любому из наших участников, кто вместе с нами говорит, поэтому не стесняйтесь, а самое время для того, чтобы быть активными, невероятно. Кстати, если, если, бывает такая ситуация в Телеграме, до сих пор они не пофиксили, несмотря на то, что это большая корпорация тоже, не пофиксили баг, что вы могли поднять руку, мы это как бы не увидели, не заметили, и вы еще раз ее поднимаете, но нам уже второй раз не показывается, что рука поднята, поэтому, пожалуйста, перезайдите в трансляцию, и еще раз ее поднимите, тогда сразу же. тут такое дело, у нас сегодня без рук, вот кто хочет, тот и говорит. А, сегодня было неизменено. Какая красота, Владимир, ну ты вот раз выскочил вперед, давай, верстай, задавай свои вопросы, почему бы и нет. Так у меня нет вопросов. Мне, в принципе, все понятно. А что я что-нибудь понятное, я с вами узнаю. Тогда радостные новости, ну, какое-нибудь хорошее настроение, какое-нибудь... Ну, тогда было приятно тебя услышать, Владимир. Спасибо. Да, вам спасибо. Мне-то за что. Это же не я Аркону сделал. Это же такой проект замечательный. Это вы есть. Хорошо. Тогда у нас, получается, сегодня у нас достаточно открытый дискуссионный клуб, поэтому, ну, тогда не стесняйтесь, да, не стесняйтесь, просто нажать, включить микрофон, и задайте свои вопросы, которые вам хотелось бы узнать у команды. А что-то в чате, может быть, люди писали? Сейчас посмотрим. Давай поглядим. Есть чего, нет чего. В английском чате у нас спросили по поводу, что ожидает наши партнеры от сериала и от игры, отдельно, и так далее. насколько я понимаю, от нас с вами жду, что будет какой-то микс из контента, который Fortnite, и контента, который из сериала Netflix, что-то общее. То есть, какой-то микс креативный должен быть, мем это будет, либо какой-то еще мангл-сюжет. Причем, что-то такое. Так, я тут попробую так немножечко сделать, чтобы все равно была не столь слишком сильная анархия с нашей стороны. Я, честно, не смотрела, там есть некая дама. Так. Да, я по контенту расскажу нашим на всякий случай, а потом мы в английский чат ответим. Что имелось в виду, что такое соединить сериал и Fortnite? То есть, мы берем даму из сериала, по-моему, она Анна, не смотрела сериал, например, одеваем ее в стиле Fortnite, например, там у нее какая-то ситуация, по-моему, связана с судами, с полицейскими, там, пример, то, что нам сказали наши магазины фортнеры, дайте там, не знаю, где-то топоры с Fortnite в руку полицейскому, то есть, какие-то девайсы из игры Fortnite, вещи, предметы, одежду, склеить, то есть, такие немножко коллажи и как-то немножко это, если хватит юмора, смеяйтесь, нет, то просто склеите коллаж. Вот, что от нас ожидают наши партнеры. В манглачат мы это распишем потом, а если сейчас у нас здесь присутствуют контент-мейкеры, то вот этого ждут. Наверное, мы это дадим, раз это непонятно, то мы, наверное, и вопрос, сейчас чуть-чуть пояснение, потом напишем дополнительно. У нас Каин поднимал руку, у него есть возможность задавать вопрос. Каин, привет, задавай свой вопросик. Привет, привет, друзья, всех с тяпницей. Спасибо, что вы затронули тему англоязычного чата. Очень интересно, потому что я считаю, что англоязычные комьюнити нужно раскачивать, вот, поэтому я задал эту тему с хэштегом бригада, вот, и до 10-го числа мы собираем команду людей, наших товарищей, для того, чтобы они присоединились к этому чату, не к чату, а к нашей команде бригада, вот, чтобы раскачать эту команду, для того, чтобы комьюнити англоязычное ну, как-то подтолкнуть к деятельности, вот, в частности, мне интересно, чтобы видео темы они создавали, видео студию какую-то создали, хотя бы одну студию создали, это будет уже какой-то определенный толчок, вот, по поводу вопросов, из вопросов у меня такой, где они, значит, что с мостом в Минтер, потому что мост в Минтер обещался в середине апреля, пока его нету, это первый вопрос, а второй вопрос, я тут недавно подглядел какой-то админ из команды Caduceus написал ей, вот, что планируется с этим проектом, планируется ли какая-то коллаборация или что-то еще, все, спасибо. Да, спасибо за вопросы, сначала маленький комментарий поутбригады, мне кажется, вот сейчас классный шанс в связи с проектом, который нам поставили задачу в нашем маркетинговом агентство по мемам, рядом с Netflix и Fortnite, как раз-таки нам будут очень даже замечательно нужны, пусть это не будет студия, пусть это будут личные видео, да, то, что мы говорили, чтобы они могли идти снимать в своих городах размещенные арты, а мотивировать вы их можете легко ли. Мы все знаем, да, их волнует курс, вот прям очень волнует, очень простая штука. Диана, извиняюсь, перебью на секундочку, да, вы правильно сказали, что пускай это будут какие-то единичные видео, но есть определенная цель, чтобы создать хотя бы одну студию, пускай это будут еще отдельные какие-то такие, как это сказать, люди, которые хотят быть вне команды, потому что и в русскоязычной группе есть люди, которые снимали, как раньше было, шорс, не хотели быть в команде, а хотели быть просто такими единичными людьми, которые снимают видео, там, короткие видео, вот, да, правильно, пускай в англоязычной будет в англоязычном кабинете. Да, эволюция в студии произошла из личных видео, мы, знаете, как ребенок, он сначала должен начать ползать, а потом он встанет, поэтому я думаю, что вряд ли мы перескочим с ними этот этап, поэтому как раз я просто предлагаю подумать о том, чтобы замотивировать их каждого, просто поснимать хотя бы, если у нас будут партнерские проекты с такими приличными брендами, то и курсу будет хорошо, а их волнует в первую очередь, так что у вас есть прекрасная мотивация. Да, их волнует в первую очередь курс, но им нужно как-то привить вот этот вкус к к работе и к проекту, вкус к работе над проектом. Все верно, да. Но я верю, что вы сможете со своей бригадой это сделать. Вот прям не сомневаюсь. Мы постараемся, люди, которые отозвались, мы с ними обсудим, если будут какие-то идеи, там, все, что от нас зависит, мы сделаем, а там посмотрим. Ответайте на следующие вопросы, если вы их запомнили. я помню, вопрос, вот буквально прямо вот сейчас вот в процессе этот мост есть нюансы, Минтерсеть, специфическая сеть, поэтому работа ведется, надеюсь, что очень скоро этот мост будет открыт. Хотя бы примерный. Я могу присоединиться к Диане. Да, я присоединись к ответу. Если повезет, на следующей неделе откроем, не повезет, значит, через неделю. Там уже прям вот финальные работы, но как и с всякой разработкой, она разработка. А что по поводу Кадуссейс? Они мне так и не написали, вот я честно вам скажу, они написали в общий чат, у нас есть такая уже политика, если проект желает общаться, то он проявит это. Они написали общий чат, им дали мой личный ник, они не написали ничего. Есть еще мое. Я могу? Диана, присоединиться. Вы сами, знаете, да. 90% случаев, 90% случаев люди, которые приходят как будто бы от команд, это скам. 90% случаев. Поэтому мы предлагаем вывешивать свои личные обещания, объявления. Но, как правило, это всегда в большей степени. У нас такие вещи были даже, прости господин, с гейтаона, люди, с которыми некоторые, может быть, с другой биржи, врать не буду, но какое-то одно из известных. даже было все достаточно подтверждено. Да, было, было, да. Но оказалось тоже скамер. В общем, так что это нормально. Наверное, да, вы, наверное, обратили внимание, часто в англичат пишут, Apple, Step, я, developer, то-се, пятое, десятое. Много пишут, да? Паре людей мы отвечали. Нам же всегда нужны разработчики. И ноль ответа. Зачем пишут? Чего пишут? Ощущение, что это боты такие. Какие-то боты, да, то, что пишутся в чате с предложениями, не все есть настоящие проекты. Вот есть точно не боты, которые классные, мы с ними работаем. Денис с ними общается, там девочки пишут, привет, как дела, у меня хорошее настроение. Это не боты, это хорошие девочки, наверное. Хотя бы с ними приятно общаться, да. Они никогда не откажут поговорить с тобой о Барконе. правда весь разговор всегда заканчивается на теме ну давай говорить и молчанию. Возможно, они просто не находят слов, обозначить насколько прекрасен проект. Помнишь на реках оттабыча фильм современный Киса, да, дорогой, ты такой умный, с тобой так хорошо, так интересно ты говоришь и по кругу. И так до бесконечности, да. Я надеюсь, ребята из ЛИС как бы учат этот опыт и не будут делать я благодарю их основное комьюнити, оно сосредоточено на Дискорде, вот, у них есть маленький канал в Телеграме, там буквально 20 человек, просто в сети 20 человек, вот, и все, это все их сообщество, а все остальное в Дискорде. Придут, будем дружить, мы же как чебурашки, мы друзей ищем, ко всему открыты, но партнерство это такая вещь, когда это дорога в оба направления, когда это вин-вин, вот тогда хорошо получается, вы видите, да, с инвелопом, мы уверены, что все дойдет туда, куда должно дойти, и они довольны, и мы довольны. Это, может быть, 100-500 переговоров, а реальных партнерств не так и много, потому что это непростая задача поженить, подружить два абсолютно разных проекта. Кань, спасибо тебе большое. Спасибо большое вам. Тебе, Денис, спасибо, Илья и Диана, большое спасибо всем. Давайте дадим возможность пообщаться с другими нашими товарищами. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо вам. Ребятушки, поднимайте руку, я как раз включил, у нас только у некоторых участников есть автоматическая возможность сразу же говорить, если у кого-то есть, то, конечно, включайте микрофон и сразу говорите, а те, у кого появилась ручка, нажимайте ее, поднимайте и сразу дам возможность высказать все, что вы захотите. Сразу отмечу, что если никто, ничто не ответит и никто ничего не захочет сказать, наша встреча так или иначе подойдет к концу и мы увидимся, услышимся. Да, да, я помню, я помню, да, но, ребятушки, в чем всегда заключается как бы вот эта проблематика молчания зрителей и слушателей? Она заключается в том, что, вероятнее всего, у вас действительно все равно какие-то мысли есть. И чаще всего до нас, вот когда людей, которые развивают проект, создают и так далее, не хватает вот этого мостика. И вы, возможно, переживаете или, не знаю, что-то вас останавливает сказать. Вот, пожалуйста, вот я вам, ну, как бы, со своей стороны не то, что там разрешение, не переживайте, не нервничайте. Мы для этого и собираемся, чтобы вы почувствовали себя в кругу своих людей. И даже если вы что-то боитесь, ну, попытайтесь сказать, мы ретранслируем. Мы же люди, мы все равно готовы, как правильно сейчас Диана сказала, что мы хотим здесь win-win, мы хотим все победить, мы хотим все получить удовольствие. Поэтому чем больше от вашей стороны будет, ну, хорошо, не вопросов, даже если у вас нет вопросов, пожеланий, каких-то интересностей, впечатлений, да просто поддержки команды в виде хороших слов, не просто каких-то сообщений в чате, а что ваш голос, это все равно по-другому воспринимается. В этом есть какая-то магия, в этом есть какое-то чувство живости. Поэтому добавьте огонька. Ну, что вам? Ничего. Пятница, вечер, действительно хорошее настроение. Включайте микрофончик, поднимайте ручку и давайте дадим жару. Вот, видите, Владимир, и сразу-сразу захотелось говорить, какая красота. Добрый вечер. Я просто в чат написал, ну, раз ты так просишь, я не мог. У меня кратенький вопрос, а из финанса в эфир моста не планируется, то вот с недавних пор эта услуга может стать довольно-таки актуальной? Планируется этот мост. Он будет зависеть немножечко, ну, как всегда, от вас, как всегда от комьюнити. Нужно слегка увеличить ликвидность на бинансе. Чуть-чуть. Только мы немножечко увеличим ликвидность на бинансе, будет открыт этот мост. Потому что иначе получится. Он уже готов, но по... Значит, смотрите, давайте так, мы, Диана, можно я тоже вступлю? Мы его, рассмотрим его запуск после того, когда у нас Банкор запустит свое новое. И поскольку мы достаточно в тесных отношениях с коллегами, которые занимались созданием ликвидности на Банкоре, есть от них запрос поддержать эту ликвидность. И мы сейчас работаем как бы совместным. Вот пусть только когда запустится Банкор, мы будем принимать решение... Батри! Да, да, я имею в виду обновление. После этого мы будем принимать решение. Скорее всего, это будет одновременно решение принято с Минтером. С Минтеровским мостом, поскольку, в принципе, мы ожидаем, что это тоже будет закончена работа уже в ближайшее время. Здесь все достаточно уже... Этот вопрос мы просто не открываем. Здесь... Да, здесь нет технических проблем, здесь вопрос такой токеномики, экономики, чтобы у нас не было перелива, чтобы была балансировка. И мы всегда учитываем просьбы, пожелания держателей крупной ликвидности. Спасибо о держателе мелкой ликвидности. Будем надеяться, что банкор... Имеется в виду не крупная ликвидность держателей, я еще раз уточню, но это не просто люди, которые держат их под подушкой. Что? Это активисты, которые очень активно подвивали историю банкору. Как известно, не зирая даже на то, что достаточно дорогие кранзы в банкоре, тем не менее, вот сейчас те, кто все-таки в него зашел, так я понимаю, они скомпенсировались, невзирая на то, что было падение арконы, по идее, они должны получить скомпенсированную сумму в банкорских монетах. Поэтому и была основная тема всех наших работ в последний год, которые мы делали с банкором, не так-то уж и просто зайти в вайт-лист банкора и добиться того, чтобы банкор профинансировал со своей стороны вот эту страховую сумму. Поэтому, ребята, я понимаю, что не все могли себе позволить зайти в него, но вот сейчас мы поэтому и ждем третьего В3 банкоровского, потому что он даст более-то демократичный доступ. Опять же, это компенсация этих самых рисков и потерь, которые не всех нас могут ждать в крипторы. Поэтому важно поддержать наших партнеров, которые достаточно огромную количество работы провели и прокинансировали, вообще говоря, на это дело. Да. И поэтому поддерживать ликвидность в обеих сетях, да, и в Минтере, и в БСК, в Минтере мы должны все аккуратно, красиво балансировать, и тогда все мосты как откроются, все симпатично. Владимир, спасибо тебе большое. Ну что, вот какая красота. Сразу услышали мы тебя, сразу настроения еще в разы улучшились. Ребятушки, пока кто-то еще думает, и я больше чем уверен, все равно на готове какой-нибудь вопросик, может быть, даже небольшой и каферсный задать. Я задам свой личный вопрос, мне тоже интересно. Вот смотрите, в нашем, конечно же, части огромное количество людей, и все они разные, и есть люди, которые вложили огромное количество зарплат, и маленькие. Вот мне интересно, все равно мы все знаем, что всякие инвесторы, которые, ну, например, вкладывают невероятно большие деньги, они всегда такие скрытые, потайные ребята. Вы же с ними все равно, вот как бы вы там, нам не говорили, вы все равно с ними ведете какую-нибудь дозакрытую, потаенную такую связь. Расскажите нам то, что вы можете рассказать, как они вообще реагируют на то, что идет в проекте, как они рассматривают вот сотрудничество, пользуются ли они приложением, получают ли они удовольствие. Что от этих инкогнито, вот этих богатых скруджей, макдаков, которые где-то там потаенные сидят вместе с нами и потом втихую, но слушают записи эти АМА. А может быть вживую, может быть, кто-то здесь просто не афиширует, а то, что он активный, активный финансовый участник сети. Знаешь, эти люди такие же разные, как и вне зависимости от их капитала. Кто-то пользуется, кто-то, как я говорила, буквально там они писали, вот ура, ура, наконец-то мой крутой айфон стал иметь смысл в Арконе, то есть люди, которые к нам давно зашли, какие-то улетитые, они все очень разные. Конечно, кто-то сегка переживает о недвижбешке по разработке, по старту замков, кто-то поддерживает, кто-то спокоен. Это, здесь нет какого-то общего портрета этих людей. Плюс, ко всему прочему, как ни странно, мы знаем всех в личку и живьем или так как. Мы не со всеми общаемся. То есть есть определенные крупные держатели токенов на эфир, которых мы не знаем, также и на финансе. И это на самом деле классно, что у нас очень много основных токенов, все есть в комьюнити, здесь не может быть каких-то, как ты говоришь, общений, сговоров. Это точно не про проект Аркона. Мы всегда говорим, что мы стараемся не вести приватных и частных разговоров с людьми, которые имеют монеты на предмет каких-то тайных оповещений и еще чего-то. То есть, о чем мы можем вести разговоры приватные, так же, как и с каждым из вас мы это дело ведем. Вне зависимости от количества монет у вас на счету, мы приватные разговоры ведем с людьми, которые помогают. Есть какая-то экспертиза, есть опыт, знания, которые могут не просто прийти и посоветовать как лучше жить, работать и так далее, а могут просто взять на себя какую-то часть работы, выполнить ее и таким образом поднять какую-то часть. Мы не можем наверное вообще во все стороны разделиться сами, а они поселенные, как я всегда говорю, это совместное творчество. Поэтому те наши друзья, которые имеют возможности, они занимаются вас конкретно. я беру это и делаю, ребята. С вашей стороны информационный поддержка. С удовольствием? Да. Денис, ты, может быть, у нас и Никит Китон, но тем не менее, сколько мы с тобой провели частных переговоров, как раз о том, о чем ты можешь сделать. Ты ему помогаешь, информационно развиваешь, поддерживаешь. Есть люди, Никиты, не Никиты, но люди с средствами, которые помогли создать первую, например, ферму замковую еще на Юникрипте. На Юникрипте? Да. Купили замки, мы вложили эти средства для того, чтобы делать поддержку полулюбидности и так далее. То есть, вот такие разговоры мы ведем, приветствуем и всячески любим наших друзей, которые нам помогают. А просто приватные какие-то там часики о том, когда там биржа, когда она покупает, искупать нет, ребят. Я абсолютно против любого такого рода общения и каких-то частных, приватных там сливок информации. Все только публично и мы всегда за то, что вот хотите общаться с нами, с командой, с комьюнити, между собой. Есть чадо, мы приглашаем вас общаться, задавать вопросы, спрашивать, скомментировать, критиковать. И самое главное всегда есть на АМА. Это самое свежайшее и самое прямое. Это все здесь и сейчас. Надеюсь, что мы ответили на твой вопрос. Конечно. А правильного ответа здесь нет. Это всегда интересно рассуждением. Поэтому здесь и собираемся, чтобы услышать разные точки зрения. И я лично всегда здесь чувствую, когда присутствие абсолютное равенство, насколько это возможно. То есть я не, вот я не знаю, как другие наши слушатели, зрители в будущем, в прошлом и в настоящем, я воспринимаю всегда наши вот эти вот посиделки действительно как на одном уровне, как общий круглый стол. Потому что если мы будем продолжать себя ощущать, что мы должны прийти кому-то, ну, в данном случае к вам, да, вот к вам двоим мы должны все сказать, о, великие учителя, о, великие создатели Метавселенной, о, великие кто-то, да. Мы должны к вам сказать, дайте нам, пожалуйста, хлебушка, дайте. Я понимаю, что, ну, в скольких огромных проектах я сейчас участвовал и участвую, нигде это не работает. Ребят, мы давным-давно перешли фазу, когда человек является и создателем, и потребителем одновременно. Если будет продолжаться диктокамия, да, типа, двойная ситуация, при котором только один человек выполняет одну роль, а другой человек другую роль, как бы грубо не выразится, ничего не получится. Представьте в своей голове абсолютно другое слово, вот оно будет самое правильное в вашей голове, ничего никогда не получится, потому что больше не работает такая система, а даже если она работает, она краткосрочная и не перспективная. Она всегда показывала свою уязвимость, что централизация на ком-то одном, даже если этот человек дает вам величайшие знания и отлично что-то проводит или создает, это ни к чему не приводит. Всегда лучше, когда идет распределенность. Это такой некий мой манифест, который уже доказал свою, я не знаю, уверенность, столб такой, который я даже не хочу... Знаешь, мы это поддерживаем, мы это поддерживаем, потому что мы тоже крипто-анархисты, крипто-анархосиндикалисты, я бы сказал. Отлично, это просто суперское завершение, но только, я помню, Диана, это не до конца завершение, и я думаю, что давайте, кто заключительный, вот у нас сейчас будет заключительный человечек, если он, конечно, будет, если вы хотите вместе с нами за круглым столом что-то сказать, поднимите руку или просто включите микрофон, и мне кажется, это будет замечательно. Вот, Sky Acrobat, ты можешь говорить. Прикольный кекс у тебя такой ползет на аватарке куда-то. Ты можешь говорить. Да, можешь говорить. Тебе либо надо нажать кнопочку, либо нажать ее и удерживать, в зависимости от того, как у тебя. Во, слышно, слышно. Всем добрый вечер. На аватаре мой сын. Прикольно. Плево лезет. Такой уверенный. Ну да, что есть, то есть. Вопрос, с какого плана, смотрите, заметил, что большое количество коллабораций и партнеров именно русскоязычных. Поправьте, если я ошибаюсь. Если есть иностранные партнеры в связи со сложившейся ситуацией, да, ну, всем известной, да, насколько стало сложнее общаться, да, может быть, в ближайшей перспективе какие-то планы пришлось отложить или уже дали понять, что в будущем будет что-то невозможно сделать либо сделать через какие-то там препятствия или обходные пути. Да, спасибо за вопрос. Ну, вот буквально же сегодня новость, и это американское маркетинговое агентство Дао Мет Табух. Это американцы? Мы начали с ними общаться в... Ну, я сейчас не помню точно, может, чуть-чуть раньше, чем вся эта... чем все началось. Может, чуть-чуть позже, сейчас не помню. Никаких разниц... Нет, на самом деле... Да, ну, надо, правда, сказать, что они что-язычные, да, ребята? Ну, некоторые, да, но это американцы, они живут в Америке, у них американское... Все. Я могу просто... Сейчас пришли к нам с двумя американскими компаниями, да, наш с вами арт, это Америка будет. Нет ничего. Люди, живущие в этой среде, в этой направлении, не имеет значения наши с вами национальны. По поводу других проектов, других партнеров, да, нам легче, конечно, с русскоязычной комьюнити, русскоязычными партнерами делать, но я... Не только, мы не замыкаем с нами, так что... В общем, давайте так, скажем, у нас есть партнеры, с которыми мы продолжаем общаться, то, что ситуация в мире изменилась непосредственно даже в Штатах, раскрывать пока эту информацию не будем. Единственное, что усложнилось обмен материальными влагами, Финансами, да. Финансами. То есть, это, конечно, неприятно было некоторое время, но ничего, это тоже решается, да, поэтому мы нашли способы. Это интересно. Ну, то, что вы сказали, обходные пути, да, они всегда находятся и партнерство настоящее, они не куда-нибудь... Мы строим новый мир и те... Ну, с другой стороны, на самом деле, нет, это все бла-бла-бла, мы не новый мир строим, мы просто настолько уникальный проект забабахали, что, ну, от кого ты еще обратишься? Аккуратно. Ну, отлично, спасибо. Отрадно слышать, что... Просто некого спросить. Так не повлияло. Да. Нет, это все отлично работает, когда вы делаете что-то новое, то вы можете даже быть хоть мерсианами или зелеными слизнями, все равно с вами будут общаться и работать. Так что, у нас как раз та самая ситуация. Мы пришли с миром. Та самая ноу-хау, на которой мы так долго работали, нам сейчас помогает не выпадать. Небесный акробат, спасибо тебе большое за то, что ты проявил себя и выдал нам то, что тебя делает таким интересным, увлекательным и задающим самый главный нам вопрос. Спасибо еще. Мы смогли лишний раз себя похвалить. Конечно. Ну, почему бы нет. Спасибо за развернутый ответ. Спасибо. Спасибо, ребят. Диана, давай это решим. Да, под конец. Нет, с ничего. Спасибо за вопрос. Да. Есть еще вопросы? Нет вопросов. Итак, как вы помните, в прошлую АМУ я рассказывала о том, что мы делаем хакатон на Большом Московском Киберфоруме. Это случится 18 и 19 мая. Нашу арконочку будем взламывать. Посмотрим, что у них выйдет этих славных хакеров. Что в этой новости важно и интересно. Мы решили, что будет прикольно для московского комьюнити арконы и гостей столицы, конечно же, кто будет присутствовать 18 мая в Москве, пойти сходить таким десантом на этот Киберфорум. Кстати, форум очень крутой классный, цены дорогие, нам дадут сколько мы захотим пригласительных билетов, а после этого Денис прокурирует ту славочку где-нибудь, где вы сами москвичи и решите, но мы ее профинансируем. Вы нам там поперемоете кости, что-нибудь я не знаю, пообсуждаете, возможно, наши кланы студии придут, вас поснимают, какой-нибудь прикольный ролик потом запилят о событии, о такой тусовке, кто готов выйти из-под аватаров. Так что вот такая новость. Мы это сделаем на анонс в канале, предложим вам записаться с хэштегом не знаю, Москва Аркона или как-то так. Слушай, выйти из сумры как-то помнишь хэштег такой? Выйти из сумры как-то кто хочет попить чаю с баранками где-то в районе Денис, я не помню, как называется место, в котором будет форум. Не-не-не, сейчас не скажу. Лучше чуть-чуть перебдеть. Ну, по крайней мере, затусуем где-нибудь, чтобы было всем удобно. Да, мы посмотрим точно место, где проходит форум, где-то там, что в районе, вы сами выберете место, где вам будет прикольно посидеть 18 мая. Так что вот такое милое событие. С одной стороны, хорошее, интересное наше представление на киберфоруме, с другой стороны, немножко потусить. Вот на этой вот новости я хотела совершить свое маркетинговое выступление, по-моему, довольно насыщенное сегодня. Звучит очень вкусно, звучит очень приятно. Со своей стороны скажу ребятушки, ну что, увидимся. Ну что нам еще остается делать? Нам остается прийти и просто, может быть, даже сыграть такую роль некой королевы, которая не будет на себя, как бы, будет наоборот на себя очень много схватывать чужого внимания, но нам надо с легкой такой завышенностью смотреть на всех, а мы будем ходить по этому хакатону и не отвлекаясь ни на кого, просто рассматривать то, что мы делаем, и собирать, конечно же, наши сундуки, чтобы все вокруг просто не могли не задать этот вопрос, что же эти ребята, просто эта кучка людей просто ходит и все сразу поймут, что мы не снимаем видео, мы просто будем, как бы, я говорю, надо будет ходить и делать вид, что, да, сами узнавайте, мы сейчас расскажем, вон, нас взламывают, нас взламывают туда, подойдите, узнайте. Ну и, конечно же, потом сквозь какое-то время мы всем, кто вообще захочет, обязательно растрендим о барконе, ну и с удовольствием потом где-нибудь затусуемся, по крайней мере, я точно знаю, где можно попить вкусный кофеек и с удовольствием что-нибудь еще посмотреть. Я проведу всех на свою землю, вот что я могу предложить, всех, всех приведу, если ребята успеют включить к этому времени мою землю и мое, я прям буду говорить, это я, это мой стикер, вот это моя земля, платить, платить не надо за вход, пожалуйста, просмотр бесплатный, наслаждение искусством, арт-искусством тоже. Арт-искусство тоже будет, да, это же будет очень классная картина, цифровое искусство, в том числе две детские картины, совершенно здоровские, нам уже прислали, очень мимимишные, очень метавсиленческие, очень здоровские. Собственно, взламывать же будут, арт-искусство, будут шесть картин, которые будут скоро появиться в мире арконы и их будут воровать. Вот это. Супер. Очень, очень замечательно. Я лично жду этого мероприятия, жду всех, кто будет действительно на огоньке. Посмотрим, со всеми поговорим и потом уже будем двигаться дальше. Надеюсь, как мы уже все сказали, мы все равно идем к ближайшей нашей точке, это, конечно же, замки и драконы, улучшение взаимодействия с игровой, именно игровой точке внутри андро, это приложение и дальнейших действий, которые есть в роудмэпе, в дорожной карте проекта. Поэтому все нормально, все хорошо. Сегодняшняя АМА, мне кажется, прошла очень-очень приятненько. Как всегда. Спасибо тебе, Денис. Все отлично. Ребята, спасибо большое. Спасибо всем, кто нас смотрел, слушал. Запись велась, так что в ближайшие дни я выложу и обязательно потом можете скинуть тем, кто хотел присутствовать, но по каким-то причинам не смог, либо же новичкам, и они для себя узнают что-нибудь новенькое. Все, всем хорошего вечера. Спасибо. Денис, присоединяюсь к Диане, огромное спасибо за помощь и за модерацию. Всем хорошего события. Хорошего выхода. Всех с праздником. Субтитры создавал DimaTorzok